давно не показывала вам море и мой пляж море приливите какой море зимой приходит летом уходит а кафешки там тоже видите так сделали это кстати сегодня очень много людей тут каждое утро завтракаю там интересно людей нет смотрите как красиво цветет да это небо какое у нас классе пальмочки пальмочки надо листики подрезать на осень весной будет ну а это как светит красавица я не могу девочки может что дает в мотивацию да посмотрите на эти яркие цвета я хочу такую помаду такую помаду хочу это точно сейчас сфотографирую буду искать такую помаду привет привет как у вас дела как настроение а я уже возвращаюсь домой мои дорогие у нас немножко похолодало погода хорошая смотрю там другие в городах пути прохладно очень сильно холодно но даже не стану а там же бывают и дырки у нас смотрите вот такое солнышко вот такие цитрусы на дороге сегодня буду готовить вкусняшку из цветной капусты мне прислала рецепт ольга соболева в инстаграме моя подружка подписчица постоянно присылает мне хорошие рецепты и в списке этих рецептов увидела тот который мне можно и обязательно вам покажу а шкин гендер сказал что я тоже покучу с удовольствием так что вот сейчас на пробежку и буду весь день делать то что мне нравится я в последнее время делаю всегда то что мне нравится стою рано уделяю в себе внимание и время и мое тело начинает преображаться двадцатый день сегодня я так довольна вы не представляете стою каждое утро каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю боже мой где же эти складочки которые были на талии талия у меня появляется взвешиваться принципиально не буду дождусь конца марафона настроение отличное просто супер никто мне не сможет его испортить несмотря ни на что так что вперед светлана вперед твой муж ждет тебя дома любивый муж всем добрый вечер мои дорогие начинаем готовить вкуснятину сегодня солнечное затмение которое придало мне столько сил значит что я сегодня буду готовить буду готовить очень что-нибудь что-то интересное смотреть надо сюда так мои дорогие сегодня я буду готовить с капусты вкуснятину а также с грудки и запеку все в духовке делаю все при вас вы же просили у меня рецепты но там был малый маленький такой качал но мне это моя подписчица Оленька с инстаграма и она и тут мы тоже смотрит вот она мне прислала такой но вот сейчас я смотрю как мне сделать отрезать напополам попробую если не получится значит сделаю по-другому значит нарезаем капусту такими как стейками да вот видите ничего не получилось а если это соберу я так сделаю я соберу сейчас это на противень положу добру же не пропадать вот так я аккуратненько я потом вам все покажу как на противень как будет выглядеть на противень я вам все покажу я думаю что вкусно получится сомнений нет так а если я сейчас порежу это так посмотрим еще раз делаем такое вот более-менее более-менее получилось ой как я люблю экспериментировать так хочется кушать так вот солнечное так вот солнечное затмение могу рассказать о нем я о нем очень много почитала так вы видите намного лучше правильно же так и будем продолжать так значит у меня три-четыре где-то два сантиметра шириной такие такие у нас стеки сейчас уже лучше получается отлично отлично подкачан отрежем так вот солнечное затмение как вы сегодня проведете день так у вас пройдет 18 лет вашей жизни в будущем посмотрите как хорошо получается поэтому постарайтесь быть на позитиве с негативными людьми не общайтесь не смотрите новости плохие там сами же понимаете да с кем вам приятно с тем и общайтесь и поэтому сегодня даже не буду читать комментарии чтобы себя не расстраивать этот рецепт так хочется попробовать поскорей получилось очень красиво уже я аж к его приготовила суп зеленой чечевицы так у меня значит смотрите сколько вышло я вот так распределю сейчас я все покажу вам как я уложила на противне и советую вам просто кайфовать от сегодняшнего дня что я ее делаю так время прошло пролетело просто ну в общем все я это приготовила сейчас это уберу сейчас это все уберу слегка и продолжим с вами перейдем сейчас смотрите сейчас покажу вам так таким образом я выложила вот эти стейки на противень будем экспериментировать как получится так следующий этап смотрите дальше мы готовим соус берем йогурт ну мне в принципе сейчас это нельзя но чуть-чуть можно да что делать теперь по-другому никак не приготовишь это да значит берем йогурт откладываем в сторону готовим соус так же если помешаю чуть-чуть его теперь теперь перцовую пасту для цвета красивого чтобы было все это помешаем и еще добавим сюда оливковое масло 3 ложки добавлю такое масло мы купили обалдеть красивое вот такая вышла смесь наверное маленькая посудка пытаемся взбить так же в этот соус нужно добавить чеснок перец побольше чеснока будет вкуснее на терочке подселить чеснок добавили так же я сейчас добавила черный перец красный перец я люблю все горькое мне кажется надо добавить и соль тоже и все это сейчас с вами помешаем вот такая красота у меня получилась и сейчас смотрите что мы делаем эту нашу красоту смазываем каждый стейк ну в общем все надо смазать берем грудку и режем ее на мелкие полосочки курицу я добавила оливковое масло специи сейчас все перемешаю а сейчас мы берем нашу курицу и выкладываем на капусту курицу сначала сделаем по минимуму чтобы хватило а потом уже если будет хватит тогда добавим к остальным мой муж футбол смотрит мне сегодня говорит пойдем в ресторан покушаем аж кым какой ресторан у меня марафон я же должна выиграть главный приз машину 20 дней прошло как вы думаете я нарушу объяснила ему чуть-чуть осталось аж кым говорю пожалуйста потерпи хочешь сходи с другом нет говорит я хочу с тобой мой золотой смотрите я как-то распределила да все нормально даже пускай здесь и не будет я и так съем с удовольствием так так одна грудина грудка хватило там просто в рецепте когда посмотрела они сказали 200 грамм грудки поэтому я и не достала еще вторую ну все сейчас я буду следующий этап покажу вам я приготовила сыр кошар который будем а сейчас мы будем с вами нарезать вот так красиво помидоры тоненькими колечками колечками дашкен пришел когда говорит что это за еда я говорю я же тебе вчера показала тебе понравилось аааааа говорит из когда будет готово я говорю будет готово будет иди смотри футбол там написано сначала на 20 минут Потом пропечется добавить сыр Еще на 15 минут Сверху сыр Ну все, помидоры нарезала Буду сейчас укладывать их Красиво блин выходит, да? Ух, Светлана Готовит с любовью Для любимого мужа И для Светланы, и для себя Так, друзья мои Мой муж уже нервничает Короче, прошло какое-то время И я посыпаю сыр Так обильно Проголодался мой муж А еды все нету Но ничего Дождется В общем, вот так это Положу сейчас все Накрою, насыплю Шубой И в духовку И вот Все готово Пойду кормить сейчас Эндера И себе Но у меня все разломалось Приятного нам аппетита Потом расскажу в следующем видео Как ему понравилось или нет Знаете, что То, что говорят По времени и градусы Вообще Не совпадают Вот Я включила Максимально На 220 И только тогда Смотрите Блюдо Приобрело Красивый Вид Правильно? А там даже Подгорело Вот это Что мы взяли Покушали Так что Вот мои хорошие Мой муж Это не покушал Я ему Приготовила быстро Макароны А я с удовольствием Поела И мне это на 3 дня Хватит Даже вон Тарелки еще Не доеденные Так что Вот такие вот дела Я Светлана Ата Турецкий блогер Из города Мерсин В блоге Рассказываю О своей новой жизни В браке с турецким мужчиной После 45 Показываю плюсы И минусы Мерсина Свой быт Путешествия Развлечения Недвижимость Занятия йогой И рисование нейрографики Провожу бесплатно Консультации На любые темы И отвечу С удовольствием На ваши вопросы В сторис Моя каждодневная жизнь Красивая И счастливая Добро пожаловать На мой канал От меня вам Сто процентная польза Позитив И хорошее настроение А также Появится уверенность И любовь к себе С любовью Ваша Светлана